Дорогие друзья, Исокогорская библиотека номер 14 представляет вашему вниманию презентацию Союз Мультфильм. Путешествие в мир добра. И взрослые, и дети любят мультфильмы. И до сих пор у ученых стоит вопрос, но почему? Что заставляет, лишь взглянув на экран, забыть про все остальные дела и надолго приклеиться к экрану? Ученые на протяжении многих десятилетий искали ответ на этот вопрос. Написаны сотни диссертаций, трактатов, и все-таки тайна рисованного мультфильма не раскрыта. Мультфильмы. Ученые сходятся в одном. Мультфильмы, как и все остальные произведения искусства, оказывают мощное влияние на человека, на его психологический настрой, формирование жизненных установок и способность быть счастливым. Если совсем просто, мультфильмы помогают жить и верить в лучшее. Корни возникновения мультипликации связаны со стробоскопом, оптической игрушкой, прибором, позволяющим быстро воспроизводить повторяющиеся картинки. А изобретателем этого устройства является бельгийский физик Жозеф Платон. Первопроходцами в мире мультипликации считаются американский кинорежиссер Джеймс Стюарт Блэктон и французский кинорежиссер Эмиль Коля. Они первые заставили двигаться рисунки. Первым звуковой музыкальный полнометражный мультипликационный фильм создал американский художник, сценарист, продюсер Уолл Дисней. Пионером русской мультипликации считается художник и оператор Владислав Александрович Старевич, который в 1910-х годах в киноателье Александра Хаджонкова разработал особую художественную технику и прием для постановки и съемки объемной кукольной мультипликации, сохранившуюся в своих основных чертах и по настоящее время. А 10 июня 1936 года по распоряжению правительства московские анимационные студии объединяются в одно – «Союз Дед Мультфильм». Правда, уже через год слог «Дед» отпал, и осталась наша любимая «Союз Мультфильм». Первый черно-белый мультфильм назывался «В Африке жарко» и рассказывал о том, как зверям Африки захотелось мороженое, которое им доставили с севера обезьяны с моржом, преодолев по пути много препятствий. Звери торжественно провожают моржа обратно на северный полюс, одарев его плодами юга. С 1937 года «Союз Мультфильм» начинает выпускать цветные мультфильмы. В штат студии в это время входят известные мастера рисованного кино – Ольга Ходотаева, Владимир Сутеев, Дмитрий Бабиченко, Александр Иванов и другие. Поначалу они снимали исключительно короткометражные фильмы для детей в диснеевской манере. Однако постепенно мастера осваивали новые жанры и техники. С 1939 по 1941 год на студии создаются фильмы, вошедшие в Золотой фонд мирового кинематографа – Лемпопо и Бармалей, Майдадыр и Дядя Степа, Муха-Цикатуха и другие. Начало Великой Отечественной войны сказалось, конечно, и на мультипликации. В первые месяцы все творческие группы переключаются на съемки агитационных киноплакатов и мультшаржей. Многие сотрудники Союзмультфильма воевали на фронтах Великой Отечественной войны или были привлечены к съемкам инструктивных рисованных фильмов для внушек Авдромии. Но несмотря на войну, производство фильмов идет. Идет медленно, сказывая отсутствие материалов, тяжелые условия работы, кадровый голод. Но мультфильмы создаются. Наиболее значимые фильмы военного времени – это «Елка», «Краденое солнце», «Сказка о царе Салтане», «Синбад-мореход», «Телефон» и, конечно, другие. После войны работа на Союзмультфильме возобновляется с новой силой. Во второй половине 40-х годов появляется полновитражный рисованный мультфильм «Конек-горбунок», картины «Пропавшая грамота» и «Федя Зайцев», «Серая шейка» и «Квартет», «Цветик-семицветик». В 70-е-80-е годы прошлого столетия Союзмультфильм считается крупнейшей анимационной студией в Европе. Ирчайшим явлением того времени стал мультипликационный сборник «Веселая карусель». В эти годы появляется такой знаковый фильм, как «Жил-был пёс» и «Путешествие муравья». За длинную историю мультипликации на студии были созданы всеми известные мультфильмы «Ны погоди», «Малышик Карлсон», «Винни-Пух», «Троев с простоквашем», «Крокодил Гена» и многие-многие другие. Как любая уважающая себя киностудия, Союзмультфильм имеет эмблему. Но за время существования студии эмблема все время менялась. С 1936 года, с момента образования, эмблемой было изображение отрезки кинопленки, намотанной на карандаш. Но этот символ употреблялся непоследовательно, чаще всего он игнорировался. И с течением лет был забыт. Его можно увидеть, например, в первом выпуске «Ну погоди». В 70-е годы прошлого столетия ведущие режиссеры пытались использовать свои индивидуальные символы. Так, фильмы «Сестер Брунберг» открывались изображением рисованного человечка из фильма «Федя Зайцев». Чаще всего употреблялось простое название Союзмультфильма в одну или в три строки. С конца 1970-х до начала 1990-х годов эмблемой киностудии становится «Чебурашка» из фильмов Романа Качанова. Он же изображен на вывеске самой киностудии. В 1992 году Леонид Каюков создал новую эмблему, имеющую цвета российского флага. Эта эмблема не прижилась, а в настоящее время снова используется эмблема с «Чебурашкой», которая обычно публикуется на обложках видеоносителей, в частности, киновидеообъединения «Крупный план». «Союзмультфильм» – советская и российская государственная кида-студия мультипликационных фильмов. За время ее существования выпущено не одна тысяча мультфильмов в разных жанрах и художественных техниках – купольной, пластилиновой, рисованной. Многие фильмы обогатили золотой фонд мировой анимационной классики, были отмечены престижными премиями и наградами. Киностудия сохраняет преемственность по отношению к классическому наследию и в то же время ориентируется на молодую аудиторию. Смотреть мультики очень интересно, а читать книжки про эти мультики интересно вдвойне. Благодарю вас за внимание!